Комьюнити наш докладчик, я думаю, хорошо известен. Что касается друзей, приехавших из других городов, встречайте, Роман Меркулов, Machine Learning Engineer в InData Labs. Спасибо всем большое. Спасибо за представление. Меня зовут Рома и я инженер по машинному обучению в компании InData Labs, где мы занимаемся внедрением решений с использованием машинного обучения и в том числе какая-то часть наших задач связана с обработкой естественного языка. Собственно, о чем я сегодня буду рассказывать. Те, кто активно следил за областью последние годы, вряд ли что-то кардинально новое почерпнут из моего рассказа. Ну а для всех остальных я попробую рассказать, что же такого интересного произошло в последние годы в области обработки естественного языка. О чем конкретно сегодня поговорим. Во-первых, пройдемся по основным вехам истории, вспомним такую важную в NLP концепцию эмбэддингов слов, а также большую часть времени будем говорить о предобученных языковых моделях, ставших хитом прошлого года. Что касается истории. Отсчет истории нейронно- нейросетевого NLP принято начинать с 2001 года, когда Benjo предложил нейросетевую нграмную языковую модель. В 2013 году произошло достаточно известное в широких кругах событие, о чем мы тоже поговорим. И в то же время нейронные сети стали активнее приходить в обработку естественного языка. В течение следующих полутора лет появились такие вещи, как sequence-to-sequence framework, механизм внимания и, собственно, в 2018 году, скажем, некоторым результатом всех этих изысканий стали предобученные языковые модели. Касательно transfer learning в обработке естественного языка. Существует он в нескольких ипостасях, скажем так. Сегодня мы будем больше всего говорить про sequential transfer learning и многозадачное обучение. То есть, когда у вас есть какой-то достаточно большой корпус неразмеченных текстовых данных и есть какая-то целевая задача, которую вы хотите решить. Ну, например, в простейшем случае задача классификации. Есть какой-то намного меньший по объему датасет размеченных данных под конкретную вашу задачу. Соответственно, кажется, что, естественно, в этих неразмеченных данных есть достаточно много полезной информации языке, которую хорошо бы как-то выучить. Ну и вот люди начинают придумывать какие-то вспомогательные задачи для того, чтобы предобучать свои модели на вот этих огромных массивах данных и потом уже дообучать вот свои конкретные задачи. Что же такое языковая модель как центральное понятие того, о чем я буду сегодня рассказывать? В целом это, скажем так, некое распределение вероятностей, заданное на множество слов языка, которая каждой последовательности в языке ставит в соответствие вероятность вот эту самую последовательность наблюдать. А если вот более формально, нормальным языком, то все мы пользуемся смартфонами и когда вы на виртуальной клавиатуре своего смартфона вводите какой-то текст, вам вот предлагается следующее слово, которое может быть вы захотите ввести. Вот в принципе языковая модель ровно эту задачу и может решать. Вот мы и добрались до концепции эмбеддингов слов. Я не буду слишком подробно не останавливаться, потому что она уже не новая и наверняка многие с ней знакомы, даже те, кто NLP, скажем, не занимается. В чем состоит идея? Естественно, алгоритмы машинного обучения не умеют работать, как мы люди, с сырыми словами, с сырым текстом. Им нужны какие-то математические абстракции, над которыми можно производить алгебраические операции. Соответственно, нужно каждому слову в языке или последовательности слов в языке поставить в соответствие. Вот какой-то вектор, с которым уже потом можно работать. В 2013 году вышли очень известные статьи группы исследователей из Google в главе с Томасом Миколовым, которые предложили достаточно хорошо масштабируемый и, скажем, хороший по своим вычислительным характеристикам способ построения таких эмбеддингов по большим объемам данных. Эта модель впоследствии получила, вернее, это семейство моделей впоследствии получила название Word2Vec. Идею они использовали достаточно простую. То есть у вас есть последовательность слов в языке и давайте предположим, что каждое слово достаточно хорошо описывается своим окружением и давайте учить модели, которые предсказывают центральное слово по контекстным или контекстное по центральным и так далее и, собственно, такую упрощенную версию языковой модели и выучивать. И вот эти параметры, это обычные модели и будут соответствовать векторам слов. Ну а популярной, наверное, эта модель стала в первую очередь потому, что у нее был такой интересный побочный эффект, который позволял производить арифметические операции над словами, сложение, вычитание, например, и получались интересные в каком-то смысле результаты. Годом позже ученые Стэнфорда решили развить эту идею, сказать, а зачем же мы берем в расчет только локальный контекст, давайте брать еще глобальный, там факторизуя матрицу коллокаций неявным образом получили векторные представления, называющиеся глав, схожие, в принципе, по своим характеристикам с Word2Vec. И в 2016 году тот же Миколов, уже правда работая в Facebook, предложил улучшение к своей модели Word2Vec и, скажем, стал брать в расчет еще информацию внутри слова, то есть символьные n-граммы слов. Это самые популярные и часто используемые в индустрии подходы, и, конечно, их много больше существует, но это основные, о которых вы, возможно, и слышали. Главное, что мы должны вынести с этого слайда, что у нас появился какой-то способ более-менее неплохие, переставить словам, более-менее неплохие плотные вектора фиксированной размерности, которые называем эмбэддинги. Но не все так радужно с эмбэддингами слов. Во-первых, они абсолютно не умеют понимать смысл тех слов, которые они не видели на обучении. То есть на прошлом слайде я вам соврал, сказав, что каждому слову в языке ставится в соответствии вектор. На самом деле не каждому, а только тем словам, которые были при обучении. А если еще строже идти, то только тем словам, которые мы добавляли в словарь, потому что его тоже, как правило, ограничивают, чтобы не увеличивать размерность задачи. И вторая проблема – это то, что мы не умеем пока что, это касается вордвека и глава, улавливать информацию внутри слова. Например, слова «солнце» и «солнечный» без всякой контекстной, локальной или глобальной информации понятно, что в принципе у них что-то схожее между ними есть. Собственно, фасттекст эти две проблемы и решает. Но он не решает следующие проблемы. Во-первых, ворд-эмбеттинге, построенные таким образом, не умеют отлавливать смысл комбинации слов. То есть мы, конечно, можем заставить нашу модель учить не только слова, но и биграммы, триграммы слов. Но это, опять же, сильно увеличивает размерность словаря и так не делают обычно на практике. А если мы возьмем какие-то устойчивые выражения, то, естественно, каждое слово в отдельности и какая-то комбинация эффекторов не даст нам того же смысла, который несет вся эта последовательность целиком. И две проблемы, также отсюда примерно вытекающие, это многозначные слова. Опять же, ни один из этих способов построения эмбеттингов слов не умеет различать в каком же из значений слова вот здесь в текущем приложении было употреблено. Соответственно, выучивает одно представление на все значения одного слова. И не умеет различать вот такие оттенки значений между доменами. Например, слово модель применительно к модели самолета и модель в машинном обучении это в каком-то смысле вещи похожи, но все-таки разные. Примеры скоро приведем. Вот почему действительно контекст важен и почему эти многозначные слова тоже важны. Вот какие у вас ассоциации при слове лук, например. Вот такие, может быть. Может быть еще такие. И такие, может быть. Но с точки зрения эмбеттингов слов это все одно и то же, к сожалению. Ну и что касается многозначных вот этих так называемых идиом, фразеологизмов. Вот для тех, кто, как и я, не native speaker относительно английского языка, я поясню, что kick the bucket это сыграть в ящик устойчивого выражения и, ну и собственно пнуть ящик тоже можно перевести. Вот, соответственно, если бы мы думали не так как люди, а так как эмбеттинги слов, то вы в такие вот ситуации скорее всего попадали бы. Естественно, исследователи стали думать, как же эту проблему решить. И появилось достаточно много работ, которые строили бы эмбеттинги слов не вот такие в вакууме, а для каждого слова фиксированные для всего языка, но в зависимости от его окружения. Среди самых основных, наверное, популярных работ здесь стоит выделить contextualized word вектор с или коф теглм и контексту век. В чем, ну, было их опять же, естественно, намного больше. Вот, в чем идея. Идея, например, теглм, значит, они решали задачу тегирования последовательности. То есть каждому слову в последовательности нужно поставить какой-то лейбл, что это там локация или имя собственное или что угодно еще. Собственно, они решили отказаться от использования только эмбеттингов слов, а учили параллельно и эмбеттинги слов и рекуррентную языковую модель. Соответственно, потом на этапе обучения своей финальной модели они брали на вход и word-эмбеттинг и скрытое состояние с последнего слоя их вот этой вот рекуррентной языковой модели для каждого слова и подавали все это как признаки в их финальную классифицирующую модель и, собственно, улучшали некоторые результаты в этой задаче. Ков в этом плане еще интересен, потому что для предобучения они взяли не, скажем, unsupervised задачу, которая является в каком-то смысле обучение языковой модели, а взяли задачу машинного перевода. Обучили энкодер, декодер архитектуру. Мы чуть позже скажем, что это такое конкретно. Сейчас просто вот поверьте мне. И оторвали энкодер, такие вот круожадные, и использовали его для генерации признаков для каждого слова. Ну, собственно, по такой же идее. То есть брали внутренний стейт на этом слове и конкатенировали его с главвектором и побили, собственно, результаты в некоторых задачах классификации. И все это привело к тому, что появилась такая вещь под названием ELMO. Собственно, ее разработчики предложили строить эмбеддинги не в явном виде, а как некоторую функцию от текущего контекста слова и самого слова. Что же конкретно они сделали? Они взяли за основу подход, реализованный в COF, но сказали, а почему же мы берем только внутреннее состояние с последнего слоя, ведь мы учим какую-то там достаточно глубокую языковую модель. Вот BLSTM они учили в данном случае. И что давайте, что мы сможем делать? Мы же можем взять выход с каждого слоя, и кажется, в этом есть смысл, потому что каждый слой улавливает какие-то вот свои специфичные знания, характеристик слова. Ну, по крайней мере, вот хочется в это верить, и в принципе, наверное, это так и есть, что более ранние слои выучивают какие-то синтаксические, морфологические вещи, а более поздние слои уже вот конкретные там смысловые вещи, доменные использования и так далее. Собственно, что они предлагают делать? Ну, они обучают две разнонаправленные языковые модели вместе, это не суть важно. Дальше они предлагают делать следующую вещь. Они предлагают брать выход с каждого слоя для каждого слова, то есть таких получается 2L, две разнонаправленные языковые модели, L слоев, и брать исходный эмбеддинг контекстно-независимый. И говорят, а давайте для нашей конкретной финальной задачи мы будем учить и нашу модель, которую решает, например, задачу классификации, и вот как-то оптимизировать параметры, которые являются просто линейной комбинацией вот этих вот выходных слоев, ну и какой-то параметр масштабирования. То есть, по сути, добавляется просто 2L плюс 1 параметров в нашу модель. И выглядит все это следующим образом. На вход поступает некоторая последовательность, генерируются ELMO-признаки с промежуточных слоев, скрытые состояния, конкатенируется, на вход берется вот контекстно-независимый вектор, вот это вот линейная комбинация, которую мы еще должны дооптимизировать, и решается ваша конечная задача классификации. И все это было бы, может быть, не так интересно, если бы этот подход не дал им существенное улучшение некоторых результатов на вот шести достаточно популярных датасетов для бенчмарков, в том числе Stanford Question Answering датасет. И что здесь еще очень интересно отметить, это то, каким образом теперь выглядят слова, соседствующие в этом векторном пространстве. Для примера можно сравнить с главом. Допустим, у нас есть слово play и какие ближайшие, скажем, в этом пространстве векторов к нему расположены слова. Это какие-то слова, формы слова play, и слова, которые встречаются в похожем с ним контексте, связанные с игровой тематикой, либо со спортивной тематикой. Что происходит в Elmo? Здесь мы уже таким образом построить, получить ближайших соседей не можем, потому что у нас нет одного фиксированного вектора для слова. У нас вектор зависит и от слова, и от его окружения, даже на inference. Я не заставляю вас читать вот эти предложения длинные, я сейчас поясню. Но каким образом происходит сама процедура? Мы берем некоторое предложение, в котором есть слово play, считаем для него embedding, зависящий от этого предложения. Берем все другие предложения в корпусе, которые содержат слово play, считаем embedding для слова play вот в этих предложениях в зависимости уже от их контекстов, и получаем вот n embedding для слова play в разных контекстах. Берем два самых похожих embedding и говорим, что в этих двух предложениях слово play встречается в очень похожем смысле. Ну и действительно так и получается. Чика Руис, Алюсик и Кифер, естественно, как бы мы люди далекие от бейсбола, вряд ли знаем, кто это, но это вот какие-то известные бейсболисты прошлого века. И действительно здесь слово игра используется как существительное в каком-то смысле к игре бейсболистов примененное. А во втором случае здесь слово play используется скорее как пьеса. Вот мы видим, что в первом предложении какой-то женщине какая-то женщина подписала контракт на бродвейскую пьесу и какие-то актеры получили роли в успешной пьесе. То есть действительно embedding для слова play прям очень сильно зависят от самого контекста использования, вплоть до того, что в тех же доменах они схожи. еще одна важная вещь, которая тоже модель, которая была предложена в 2018 году сообществом OpenAI это Universal Language Model Fine Tuning или универсальный Fine Tuning языковой модели. Что же в этой модели универсального и в этом подходе? То, что она позволяет работать с любым количеством документов для решения вашей конечной задачи и документами любого размера и большого и маленького. То есть обычно это накладывает определенные ограничения и подходы разнятся для больших и маленьких документов. Также они предлагают единую архитектуру и единый процесс обучения для решения вашей конечной задачи. Ну и не нужно никакого специального фич инжиниринга или предобработки данных. Они идти для процесса обучения модели на три шага. Первые два из которых это предобучение языковой модели. Допустим, как мы уже раньше говорили, у вас есть большой корпус датасет какой-то общей тематики лексики, это там дамп википедии, совокупность всех книг мира или что угодно. Вы учите на этом языковую модель. Дальше предположим, что у вас есть некоторое число документов не размеченных из вашей конкретной доменной области. Например, вы хотите применять свою модель на текстах в социальных сетях. Вы дообучаете эту языковую модель на втором шаге на свой домен, но делаете это некоторым специальным образом. То есть они тут используют достаточно много трюков, из которых я бы выделил, во-первых, дискриминативный фантюнинг. То есть это уже идея нам знакомая еще из ELMA, что разные слои выучивают разные характеристики слов, поэтому кажется, что последние слои можно доучивать более агрессивно, потому что они под конкретный домен могут дообучаться, а ранние слои вытаскивают какую-то информацию в целом о структуре языка, и поэтому их как бы можно учить менее агрессивно. Соответственно, они предлагают некую геометрическую прогрессию весов, learning rate, точнее, с которыми мы будем обновлять веса языковой модели. Также они предлагают использовать некоторым образом модифицированное изменение learning rate по треугольному расписанию. Также очень много экспериментируют с дропаутами весов, с дропаутами эмбэддингов, с нормализацией L-slayer normalization. И, в общем, явно очень много экспериментов провели, чтобы добиться такого результата. А вот какого результата? Скажем на следующем слайде. А пока, скажем, как же font-tuning модель на третьем шаге. На третьем шаге вы берете, конкатенируете просто выход с последнего слоя вашей языковой модели для каждого слова и берете пулинг некоторого числа скрытых состояний из каждого слоя вашей языковой модели. Сколько влезет на GPU, столько можете и брать. И конкатенируете эти три вектора, используете их как входы для решения вашей финальной задачи. И постепенно размораживаете слои до тех пор, пока вас не будет устраивать результат. И все это тоже было бы довольно интересно, если бы не одно но. К сожалению, тень здесь закрывает конец графика, но ничего страшного. они показывают разницу в как зависит размер датасета, требуемого для достижения некоторой валидационной ошибки в зависимости от способа обучения. То есть, если вы учите полностью свою модель с нуля без всякого предобучения, то видите, что ошибка падает с достаточно большим числом примеров. Если учить без второго шага, то есть, без этого semi-supervised до обучения на вашем конкретном домене, то результаты соответствуют оранжевой линии, вернее супервайс, то есть, если вы без до обучения на доменном датасете. А если вы все-таки все три шага честно выполнили, то, собственно, у вас ошибка сразу уже достаточно маленькая, уже на 100 примерах. Если бы вот здесь было видно все, то получилось бы, то мы бы видели, что в 100 раз меньше данных им потребовалось для того, чтобы дойти до такой валидационной ошибки. Ну, они бенчмаркаются на сдачу классификации, которые действительно показывают лучшие результаты по сравнению с популярными в этот момент подходами. Теперь чуть-чуть сменим фокус и вспомним, что такое sequence-to-sequence framework. Идея состоит в том, что есть задачи в обработке естественного языка, где на вход поступает последовательность, и на выход тоже должна поступать последовательность. Самый известный, самый банальный пример это задача машинного перевода, для которой нужно выучить что-то такое, что называется условно word alignment. То есть какие-то слова у нас действительно хорошо один в один переходят в требуемый язык, какие-то слова вообще не переводятся, какие-то слова переводятся в три слова или три в одно. То есть нет такой жесткой зависимости между размером входа и размером выхода. в 2014 году исследователи снова же из Google предложили sequence-to-sequence sequence-to-sequence подход, который заключается в том, что вы учите некоторый кодировщик и некоторый декодировщик. Задача кодировщика взять, прогнать всю входную последовательность, ну как правило он имеет некую рекуррентную архитектуру или бывает сверточную, и получить некоторый вектор, который описывает свойства вот всей этой выходной последовательности. Декодировщик, используя вот этот вот вектор и какое-то свое текущее состояние генерирует следующее слово для перевода, например, и останавливается при достижении специального символа там end of sentence, например. Здесь есть несколько проблем. Во-первых, сколь бы длинной ни была наша последовательность, вся информация кодируется вот в этом векторе фиксированной размерности, чего может быть недостаточно. А главное, что первым словам в этой последовательности намного сложнее влиять на состояние этого вектора, чем последним словам. С этим, конечно же, борются, но это уже детали. Попробуем посмотреть, какие механизмы сообщество предложило для решения этой проблемы. Да, но перед этим вот есть такое интересное выражение на эту тему, на тему information bottleneck, что вы не можете впихнуть значение целого предложения в один несчастный вектор. И это не было бы так интересно, если бы это не сказал один из, собственно, участников FATIL 2014, где была представлена эта статья, вот один из ученых. И да, там было достаточно много обыгрышей этой фразы, что были статьи с названиями, а сколько же мы все-таки можем впихнуть в вектор такой размерности, ну и так далее. И наш земляк Дмитрий Богданов в 2014 году предложил механизм внимания. Кратко, его идея в том, что давайте разрешим нашему декодеру при генерировании очередного слова подсматривать не только в этот вектор энкодера, а во всю входную последовательность. И каким же образом они предлагают это делать? Они предлагают хранить все внутренние состояния для каждого слова входной последовательности и при генерации следующего слоя давать возможность перевзвешивать эти вектора для, собственно, в качестве стейта-энкодера. То есть у нас при генерации каждого следующего слова стейт-энкодера меняется и зависит от скрытого, от внутреннего состояния для каждого слова. Что это дает? Ну, по сути, теперь у нас каждое следующее слово может смотреть вообще в любое место входной последовательности. Ну, это, естественно, такое неформальное описание, но не суть. И почему это важно? Потому что в 2017 году появилась статья и снова же из Google появилась статья с претенциозным названием attention is all you need. И действительно они предложили достаточно интересную вещь, которая получила название архитектуру, которая получила название трансформер. И интересен он тем, что они полностью отказываются вот от этой рекуррентности в своей архитектуре. и по сути у них вся модель состоит из поочередного применения некоторого хитрого attention и фид-форвард сетей, ну, с residual connection и так далее. В чем же соль вот этого главного составляющего ингредиента, multi-head attention? это, в принципе, почти тот же самый attention, который мы видели там на предыдущих слайдах, который берет на вход некоторую некоторую абстракцию, то есть attention это некоторая функция трех входов, запрос, значение и ключ, вот, и которые запросы ключ перевзвешиваются в принципе как и в обычном attention, на основе этого генерируются какие-то скоры для каждой пары слов, софт-максом они нормируются и, то есть, получаются какие-то веса, с которыми мы берем входную последовательность. Применительно к энкодеру трансформера это называется self-attention, потому что последовательность сама в себя как бы смотрит, ну, а декодер уже смотрит и во входную последовательность и в сгенерированные на предыдущем шаге слова. Собственно, что, ну, multi-head attention это просто есть вот конкатенация вот этих нескольких scale dot product attention которые еще перед этим выучивают некоторые линейные трансформации вот этой входной тройки и пробрасываются дальше. Ну, интересен трансформер тем, что вот эти вот блоки они достаточно, ну, то есть, они принимают на вход и отдают на выход вектор одной и той же размерности. То есть, вы можете просто стакать стакать их друг на друга до тех пор, пока, не знаю, не решите свою задачу. Ну, здесь есть еще такая важная штука как position alone coding. Суть ее заключается в том, что раз уж мы отказались от вот этой рекуррентности в нашей архитектуре, то модели трудно понимать, а какое слово на каком месте стояло. То есть, если мы просто перемешаем слова, то, в принципе, ничего сильно не изменится. Поэтому они к эмбэдингу слова добавляют вот некоторую такую, скажем, позиционную составляющую, которая кодируется тригонометрическими функциями в зависимости от субпериодом от номера входа текущего элемента. И трансформер стал основой архитектуры BERT, предложенной снова же гуглом. И в чем состоит BERT? То есть, во-первых, почему BERT? BERT, потому что представление двунаправленного энкодера из трансформеров. И что важно в этой статье, которую они публикуют? Во-первых, они показывают важность обучения именно двунаправленных моделей, по-настоящему двунаправленных. Потому что в ELMA мы учили две, скажем, разнонаправленные LSTM, просто параметры для них оптимизировали одновременно, но параметры у них разные. В ELAMFIT происходила еще как бы более разделенная вещь. Они даже и учились параллельные, уже на этапе файн-тюнинга просто собирались, выходы с них. А здесь они учат двунаправленную языковую модель прямо сразу. Мы поговорим, как они это делают. Не нужно, также они говорят, что не нужно никаких придумывать специфичных архитектур для решения вашей конечной задачи. Берете этот вектор и самая простая архитектура применяется. и все это опять было бы, наверное, не так интересно, если бы они не побили state of the art результаты в 11 языковых задачах. Собственно, поговорим о том, за счет чего же достигается именно вот эта двунаправленность. Они учат в качестве одной из вспомогательных задач, учат не обычную языковую модель, а, скажем, замаскированную языковую модель. В чем суть? Суть состоит в том, что на вход у вас есть предложение, вот, например, такое, и 15% слов этой последовательности вы заменяете специальным токеном mask. И ваша модель учится предсказывать не следующее слово по предыдущим или не предыдущее по идущим справа от него, а как раз таки вот эти вот замаскированные слова. Ну а здесь возникает некоторая проблема, потому что вот мы полностью удаляем это замаскированное слово и никак не используем информацию из его эмбеддинга для других слов. Кажется, что это ну не очень хорошо, вот, потому что оно тоже несет какую-то полезную информацию. Поэтому давайте разрешим в 10% случаев из этих 15% оставлять замаскированное слово таким, какое оно есть, но все равно для него предсказывать. Но так как мы, собственно, делаем, сознательно вносим такой лик в нашу модель, то давайте еще внесем некоторый шум и в такой же доле слов заменим вот это замаскированное слово на случайное для того, чтобы просто уравновесить. То есть вносим достаточно серьезный шум, потому что это происходит, во-первых, только в 15% случаев слово маскируется, потом еще только в 10% это случается. То есть, по сути, для полутора процентов слов происходит только замена на неправильную метку. и вторая вспомогательная задача, на которой они учат свою модель это next sentence prediction. То есть, суть задачи состоит в том, что нужно классифицировать является ли второе предложение естественным продолжением первого. Ну, естественным в том смысле, что в корпусе так и есть. Тут они вводят некоторые тоже спецтокены, которые потом будут важны. Это спецтокен CLS, то есть начало пары предложений, спецтокен CEP, который означает конец первого предложения, первое его появление. Второе подряд появление означает конец второго предложения. Ну и собственно все, что надо сделать, это для сэмплирования, для сэмплированных пар предложений, 50% из которых имеют true label и 50 false собственно решить эту задачу. Вот в принципе и все, что касается вспомогательных задач, на которые учится BERT. Дальше фантюнинг происходит достаточно простым образом. Если вы решаете задачу классификации пар предложений или предложений, вы можете использовать эмбеддинг со слова, со спецтокена CLS и учить свою модель на его выходе. Если вы решаете задачу тегирования последовательности, например, то берете просто выход для каждого конкретного слова и используйте его в качестве фичи вектора. В принципе это почти все, о чем я хотел рассказать. Ну, еще кратенько, наверное, упомяну некоторые тренды, которые кажется есть сейчас в индустрии и возможно будут активно развиваться. Ну, во-первых, как мы уже сказали в 2018 году, здорово выстроили предобученные языковые модели и наверняка какие-то еще работы в этом направлении будут вестись дальше. Вторая ветвь это методы обучения без учителя в обработке естественного языка. Потому что, к сожалению или к счастью, разнообразие языков в мире достаточно большое. Часть из них достаточно сильно отличается друг от друга и все равно под каждую задачу, под каждый язык мы как бы датасетов не наберем и масштабируется это все очень плохо. И даже вот, не знаю, все продукты, которые работают каким-то образом с обработкой естественного языка, они завязаны вот на какие-то несколько языков. А transfer learning между языками пока что достаточно сложно. Также наверняка будут какие-то подвижки происходить в понимании того, какие же мы строим представления для наших слов и почему они получаются именно такими и почему они кодируют вот именно такую информацию. Также вот на основе, кстати, Берта их вторая вспомогательная задача, которую они используют для обучения своей модели, дала им существенный прирост. Поэтому явно еще есть потенциал развития в пункте придумывания каких-то новых вспомогательных задач, которые помогли бы извлекать еще больше информации из сырых корпусов и собственно предобучать вашу модель. меж межязыковое обучение то, о чем мы уже вскользь сказали собственно проблема масштабирования между языками и хорошо бы уметь учить модели, которые либо бы переносились между языками сразу, либо выучивать еще какие-то преобразования, которые позволяли бы модели для каких-то пары языков переводить в модели для других пары языков, например. В принципе, это, наверное, все, о чем я хотел рассказать. Спасибо вам большое. И спасибо большое, что пришли. Такая хорошая погода. Мы здесь вот в тени сидим. Ребята, у нас есть время буквально для нескольких вопросов. Давайте свои вопросы. Большое спасибо за подробный рассказ. А как ты думаешь, что это из моделей, особенно вот универсальных эмбеддингов уже готово для промышленного использования? А что бы ты постерёкся? Ну, на самом деле, не знаю. Конкретно, по крайней мере, прямоты моих рук для промышленного использования не хватило ни для чего. То есть это все как бы хорошо потрогать. для ворту века. А? Для ворту века. А, ты про эти тоже, да, говоришь? Нет, я... Вообще про промышленное мне, конечно, интересно только про последние разработки. Да, да, да. Ну, не, ворту век, конечно, он уже давно в индустрии, давно на кегле и так далее. То есть тут даже и говорить нечего. Вот. Ну, понятно, что он сильно ограничен. По поводу вот этих моделей, то есть в чем, ну, допустим, LMFIT. Проблема в том, что оно реализовано в Fast.ai и там все достаточно костыльно и тянуть это в продакшн точно не стоит. Вот. Может быть, BERT было бы и круто, но он все-таки достаточно тяжеловесный. И, ну, это, не знаю, ну, пока что, по крайней мере, для всех вот подряд и, не знаю, маленьких команд, наверное, пока не подходит. Но, собственно, да. Мне кажется, тренд будет как раз таки на то, что сделать это user-friendly для конечного пользователя, сделать это там достаточно небольшим, чтобы это можно было легко впиливать в свой проект. Спасибо. Вопросы? Ну, давайте, давайте. Спасибо большое, это доклад. Интересно обозначены тренды. Вот мы сейчас пробуем использовать BERT в одном из своих проектов. И мы столкнулись, что как бы он слабоват в плане производительности. Может, порекомендуете что-то? Пока, честно говоря, трудно что-то порекомендовать, потому что у нас он тоже нигде в проектов пока не работает. Ну, я читал, что недавно в Deep Pavlov появилась какая-то реализация. Может быть, стоит потрогать ее, но я не знаю, я не трогал. Мне пока трудно вот какое-то обоснованное мнение на этот счет сказать. Что? Не, недавно появился Ebert. Точно. Точно появился. Спасибо. Спасибо за вопрос. Так, еще какие-нибудь вопросы, ребят, давайте. Добрый день, спасибо большое. Скажите, а вот последний нашумевший релиз от OpenAI, он к каким относится? Ну, это… Что известно по этому поводу? Да, это, ну, это GPT-2, это там, скажем, еще одна вариация на тему трансформер архитектуры. Да, и вот эта вся хайповая ситуация, да, с тем, что они там не показывают веса, не отдают веса свои лучшие модели и код и так далее. Вот, ну, не знаю, похоже на какой-то такой черный пиар и вообще сообщество с названием OpenAI, наверное, некрасиво так себя вести. И, ну, это такое частное мнение. Ну, наверное, все. Да. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...